Всем привет, друзья, и слава Украине! Вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. Меня зовут Юрий Рашкин. Добро пожаловать на канал. Если вы здесь в первый раз, то я удивлен, потому что я подозреваю, что вы здесь не в первый раз. И я благодарю вас за то, что вы здесь каждый раз посмотреть на наши видео, посмотреть на разные беседы с интересными людьми. Благодарю вас, друзья. Сегодня у меня для вас такой небольшой трит, лакомство. Я очень рад, что один из наших зрителей, зрительница, прислала мне видео, поставила на самом деле, человек ничего не прислал, человек поставил видео в Фейсбуке, где она разбирает статью, которую она считает важной. Я сказал Михаэлу, можно я поставлю это на Рашкин Репорт? Потому что мне кажется, что это очень важная статья, это очень важный анализ, это очень важный пункт того, что поможет нам разобраться в том, что происходит сейчас в нашей американской политике. Ну и, естественно, не только. И я благодарен нашей зрительнице Михаэле Балан за то, что она дала свое разрешение поставить свое видео здесь для вас. Поэтому, друзья, я очень рад дать вам возможность познакомиться с видео, в котором обсуждается тот человек, который формирует повестку таких людей, как Илон Маск. И мне кажется, откуда эти мысли идут, очень важно понять, друзья, потому что это же не все, чат GPT нам все подбросил. Есть еще и люди, которые формируют эти странные мысли, которые витают вокруг, а потом которые выражаются такими странными людьми, как J.D. Vance. Когда мы смотрим на него и говорим, он что, это сам придумал? Друзья, посмотрите это видео, и вы многое узнаете. Вы слушаете и смотрите Рашкин репорт. Поехали. Привет. Трамп стар. Трамп глючит. У Трампа деменция. Возможно. Но если Трамп выиграет выборы, то, как у нас шутят, мы в одном бургере от президентства Вэнса. А вот это уже как интересно, так и жутко. Но я объясню, почему жутко. Еще 22 июля текущего года в издании New Republic вышла статья под заголовком «Откуда J.D. Vance берет свои странные, ужасающие, техно-авторитарные идеи?» Я вам зачитаю перевод этой статьи. Итак. В 2008 году разработчик программного обеспечения из Сан-Франциско по имени Кертис Ярвин, писавший под псевдонимом, предложил ужасное решение для людей, которых он считал непродуктивными. «Перегнать их на биодительное топливо, которое может помочь в обеспечении энергии автобуса в Муни». Я прочитала данный текст в оригинале, потому что я не верила в что-то прям так. И да, такой текст там есть, но только речь там о инвалидах, а не о непродуктивных людях. Идем дальше. Ярвин – самопровозглашенный реакционер и экстремист, которому в то время было 35 лет. Он пояснил, что это была такая шутка. Но затем продолжил. «Проблема с биодительным решением в том, что никто не захочет жить в городе, общественный транспорт которого заправлялся, пусть даже частично, перегнанными остатками его покойного низшего класса. Однако это помогает нам описать проблему, которую мы пытаемся решить. Короче говоря, наша цель – гуманная альтернатива геноциду. Затем он пришел к выводу, что лучшей гуманной альтернативой геноциду является виртуализация этих людей, помещение их в постоянное одиночное заключение, где, чтобы не довести их до безумия, их будут подключать к интерфейсу виртуальной реальности с полным погружением, чтобы они могли ощутить богатую, полноценную жизнь в полностью воображаемом мире». Тревожные манифесты Ярвина принесли ему влиятельных последователей, главными из которых являются технологический миллиардер Питер Тиль и его бывший протеже из Кремниевой долины – сенатор Джей Ди Вэнс, которого республиканская партия только что выдвинула на пост вице-президента Дональда Трампа. «Если Трамп победит на выборах, нет никаких сомнений, что Вэнс принесет извращенный техно-авторитаризм Ярвина в Белый дом и можно с ужасом представить, что восприимчивый потенциальный автократ вроде Трампа мог бы сделать с этими идеями». Первая кампания Трампа, несомненно, стала переломным моментом для авторитаризма по американской политике, но некоторые мыслители справа закладывали основу гаданий, надеясь, что кто-то внедрит их идеи в массы. Ярвин был одним из них. Еще в 2012 году в своей речи на тему «Как перезагрузить правительство США» он сказал, цитирую, «Если американцы хотят сменить свое правительство, им придется преодолеть фобию диктатуры». Конец цитаты. Он также положительно писал о рабстве и белых националистах в конце нулевых, хотя он заявлял, что сам не является белым националистом. И Тиль, и Вэнс, друзья Ярвина. В книге «The Contrarian» – Peter Thiel and Silicon Valley Pursuit of Power репортер Макс Чавкин описывает Ярвина как политического философа «Тилверс», где «Тилверс» – это термин, обозначающий людей в окружении Тиля. В 2013 году Тиль инвестировал в «ТЛЕРН» – стартап по разработке программного обеспечения, соучредителем которого был Ярвин. В 2016 году Ярвин посетил вечеринку в честь выборов, которую устроил Тиль в Сан-Франциско, где, по словам Чавкина, шампанское лилось рекой, когда стало ясно, что инвестиции Тиля в Дональда Трампа окупятся. С тех пор, как Вэнс занялся политикой, он публично восхвалял и повторял идеи Ярвина. Это было достаточно тревожно, когда Вэнс был всего лишь сенатором. Теперь, когда он может вскоре оказаться в шаге от президентства, его тесные связи с Ярвином вызывают еще большую тревогу, чем когда-либо. Поверхностный анализ того, почему некоторые техномиллиардеры объединяются с Трампом, как правило, зацикливается на таких вопросах, как налоги и регулирование. Но это только часть истории. У технологических плутократов, таких как Тиль и Илон Маск, уже есть деньги. Теперь они хотят власти. Столько, сколько можно купить за деньги. Истории о Вэнсе, как правило, сосредоточены на его нелегком детстве в Огайо. Но его отношение с Тилем и его пребывание в Сан-Франциско – это и есть ключ к пониманию его политики. Вэнс обязан своим стремительным взлетом Тилю, который в значительной мере инвестировал в него. Будучи студентом юридического факультета Ельского университета в 2011 году, он услышал речь Тиля, в которой тот высказал, что умные люди должны работать в сфере технологий, а не тратить свое время в элитных университетах. После этого Вэнс написал электронное письмо Тилю, который пригласил его в Калифорнию. Затем, после недолгой работы юристом, Вэнс переехал в Сан-Франциско. В конце концов, он оказался в Mithril Capital – компании, соучредителем которой был Тиль. Там он закончил писать Hillbilly Allergy, а Тиль написал хвалебную рекламную статью. Когда Вэнс вернулся в Огайо и в конечном итоге основал собственный фонд Nerea Capital, в него инвестировали и Тиль, и Марк Андрисон. Когда Вэнс баллотировался в Сенат США в 2022 году, Тиль потратил беспрецедентные 15 миллионов долларов на компанию и убедил Трампа поддержать его, хотя Вэнс ранее сравнивал Трампа с Гитлером. В 2024 году Тиль возглавил борьбу за то, чтобы убедить Трампа выбрать именно Вэнса вице-президента. Вэнс – творение Тиля. И, как и его благодетель-миллиардер, который однажды писал, цитирую, «Я больше не верю, что свобода и демократия совместимы», конец цитат, Вэнс придерживается радикальной идеологии, одержим идеей уничтожения правительства, каким мы его знаем. И они позаимствовали эти идеи, по крайней мере, частично, у Ярвина. Ярвин – главный мыслитель малоизвестного, но все более влиятельного, крайне правого движения неореакционеров, или NRX, которое некоторые еще называют «темным просвещением». Среди прочего, оно открыто пропагандирует диктатуры, как превосходящие демократии, и рассматривает такие страны, как Соединенные Штаты, как устаревшее программное обеспечение. Ярвин стремится реорганизовать правительства, разбив их на более мелкие образования, называемые «лоскутами» – «пэтчворкс», которые будут контролироваться технологическими корпорациями. Основная идея «пэтчворкс» заключается в том, что поскольку дерьмовые правительства, исторически унаследованные нами, будут разрушены, их следует заменить глобальной паутиной из десятков и даже сотен тысяч суверенных и независимых мини-стран, каждая из которых будет управляться собственной акционерной корпорацией без учета мнения жителей, написал он в «Пэтчворк» – «A Political System for the 21st Century» – «Лоскуты» – политическая система 21 века. Каждым лоскутом страной будет управлять царство – корпорация с абсолютной властью. Граждане будут свободно перемещаться, но все остальные царства также будут управляться корпоративными правительствами с леденящей душу безнаказанностью. Например, Ярвин говорит, что технологические властители королевства Сан-Франциско смогут произвольно принять решение отрубить руки своим гражданам, не опасаясь юридических последствий, потому что они являются суверенной властью, не подчиняющейся никакому федеральному правительству или законам. В «Фрискорп», как Ярвин называет царство Сан-Франциско, всевидящая Орвеловская система наблюдения, которая будет обеспечивать общественную безопасность. Все жители, даже временные посетители, имеют идентификационную карту с RFID-чипом. Все генотипированы и сканированы по радужной оболочке глаза. Общественные места и транспортные системы отслеживают всех. Камеры видеонаблюдения повсюду. Каждая машина знает, где она находится, и кто в ней сидит, и сообщает властям и то, и другое. Вэнс пока не выступал за царство, но некоторые из его самых крайних идей перекликаются с идеями Ярвина. Например, они оба любят политические чистки. В интервью одному подкасту в 2021 году Вэнса спросили, как вывести либералов из государственных учреждений. «Деноцификация, дебаосификация», — ответил он. «Я склонен думать, что мы должны захватить левые институты и настроить их против левых. Нам нужна программа дебаосификации, программа дебаукификации». Дебаосификация — это политика, проводимая в Ираке, с целью устранения влияния партии БААС в новой иракской политической системе после вторжения США в 2003 году. Вэнс предсказал, что Трамп снова будет баллотироваться и победит, а затем дал несколько советов. Цитирую. «Я думаю, то, что Трамп должен сделать, если бы я давал ему совет, это уволить каждого бюрократа среднего звена, каждого госслужащего в административном государстве, заменив их нашими людьми». Конец цитаты. Он добавил, что Трамп должен игнорировать любые судебные постановления, которые попытаются остановить эту партийную чистку госслужащих. Ярвин называет этот план «RAGE» — «Retire all government employees» — «Уволить всех госслужащих». Это прекрасно отражено в проекте 2025, плане Heritage Foundation для второй администрации Трампа, который призывает уволить около 50 тысяч федеральных служащих и расформировать целое агентство. Если Трамп победит, Венс вполне может стать ответственным за реализацию плана. Вот такой вот нерофеодализм, друзья и сочувствующие. Ну что, проголосуем за цены на яйца и бензин. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...